Итак, мы продолжаем элегиозную тему, и сейчас поговорим о миридизме, именно на северо-западном Кавказе, как он появился. Да, миридизм, его корни, они произрастают из северо-восточного Кавказа, именно в горах Дагестана зародилось это религиозное учение, это направление ислама. И одной из отличительных черт миридизма, это была такая политическая программа, облеченная в религиозную оболочку. И основной целью было... объединение горцев под идеями священной войны против неверных, причем под неверными понимались все, кто не исповедует ислам, так как они его понимали. И, например, имам Шамиль еще писал, что мы, когда мы захватим Москву, он так писал, мы придем в Стамбул и посмотрим, если турецкий султан правильно молится, мы его оставим. Если там как-то не так, то возникнут у нас вопросы. То есть достаточно радикальное было религиозное учение. И имам Шамиль направлял своих агентов, как их он называл, наибов, для того, чтобы пропагандировать идею миридизма среди западных адыгов. В прошлом выпуске мы уже говорили о том, что религия у адыгов была своеобразным миксом язычества, христианства, ислама. И многочисленные выдержки из воспоминаний современников тех событий я приводил именно для того, чтобы наши зрители вполне прочувствовали ту картину, которую видели непосредственные наблюдатели этих событий, очевидцы. Итак, в 1842 году в Западную Черкесию прибыл первый наиб имама Шамиля Хаджи Мухаммед. Свою деятельность он начал в Абадзехии. И система политика идеологических установок Хаджи Мухаммеда включала в себя идеи о социальном равенстве, об освобождении зависимых и о подчинении всех центральной власти. То есть, это была вот такая идея, то же объединение, только с другой стороны. Вот у нас было, если так говорить, три таких объединительных центра, да, три точки силы. С одной стороны это старая знать, с другой стороны это новая буржуазия, условно говоря, которая разбогатела на торговле с турками. И вот у нас выходит на арену третий источник силы, источник объединения. Это исламское духовенство. И они пропагандировали идеи социального равенства. И эти идеи, они находили очень живой отклик среди низших слоев адыгского общества. Потому что среди адыгов шел процесс социального и имущественного расслоения. Очень быстро увеличивался разрыв между богатыми и бедными. И часто бедные адыги попадали в зависимость. Они становились зависимыми крестьянами, пшителями. Ну и были случаи, когда захватывали в плен, и они вообще становились рабами, унаутами. И вот именно среди этих категорий населения, у пшителей и унаутов, вот эти идеи о равенстве, они вызывали наибольший отклик, наибольшее сочувствие. Потому что это был, наверное, их один из последних шансов выбраться из вот этого социального дна. С другой стороны, как феодальная знать, так и старшины общинников, они достаточно настороженно отнеслись к этим лозунгам, потому что они не отвечали их интересам. Потому что вопрос владения имуществом, владения крепостными крестьянами для них стоял очень остро. По сути, про социальность своего рода. Да, ну, здесь, как сказать, они говорили, давайте свободу всем, всем равенство, и сами хотели на этой волне прийти к власти. То есть они облекали, вот если старшины пришли к власти у прибрежных адыгов под пеленой родоплеменных институтов, то есть при помощи общины, они говорили, вот мы должны общину поддерживать, а дворяне ее разрушают и так далее. То вот эти духовные лица хотели прийти при помощи религии. Но опять же, пример имамата Шамиля, это было далеко не социальное государство. Постоянные казни введено в дорво, постоянные карательные экспедиции в отношении различных дагестанских и чеченских аулов, которые были не согласны с политикой имама Шамиля, показывали нам, что это было достаточно жесткое централизованное теократическое государство. То есть государство, где преобладала власть духовного лица. В феврале 1845 года в западной Черкесии появился второй наиб Шамиля, Сулейман Эфенди, который более мягко начал проводить политику, потому что Хаджи Мухаммед натолкнулся на очень такую острую оппозицию со стороны дворянства и старшин шапсугов и нафтухральцев. Но когда Шамиль начал свою военную деятельность против Российской империи, он послал Сулейману Эфенди послание, чтобы он собрал среди адыгов ополчения и шел ему на встречу в Кабарду. Но Сулейману Эфенди не удалось собрать ополчение, поэтому в 1846 году Шамиль отозвал его обратно в Чечню и Дагестан. И буквально спустя некоторое время, в 1847 году, Сулейман Эфенди перешел на сторону России. И затем в 1848 году на территорию Северо-Западного Кавказа прибыл третий наиб имама Шамиля, наиболее удачливый, которому удавалось на протяжении более 10 лет осуществлять борьбу против Российской империи. Это был Магомед Амин или Мухаммед Амин, Амин Паша, часто его называли. В конечном счете Магомед Амин сдался русским войскам в 1859 году генералу Филипсону вместе с двумя тысячами абадзевских всадников. Он сдался на почетных условиях, как и имам Шамиль. Ему назначили большую пенсию в российское правительство. Он присягнул на верность императору и уехал жить в Турцию, получав при этом российскую пенсию. Такая была судьба этого человека. Однако в начале 50-х годов XIX века он был настоящей головной болью российских властей местных в этом регионе. И в 1851 году он осуществил поход на адыгов, о чем рассказывал в своей докладной записке от 11 декабря. 1852 года Лазарь Маркович Серебряков. И в этой докладной записке он показал очень точную социальную основу мюридизма и их политическую программу. В частности, Серебряков, когда писал свою записку, он разделял население северо-восточного побережья Черного моря на три категории. Это были абадзехи, убыхи и адыги. Так он их разделял. Убыхов и адыгов он причислял к мусульманам, хотя при этом он делал важную оговорку о том, что в чистом виде религии в данном регионе не существует. То есть, он также говорил о религиозном синкретизме в регионе. По мнению Серебрякова, ислам начал активно и широко утверждаться в регионе в 20-е годы 19-го века во многом благодаря усилиям анапского коменданта. Чечен Аглу, Хаги, Хасан Паши. И Серебряков выделяет целый ряд факторов, которые способствовали распространению ислама в регионе со стороны Османской империи. К первым фактором являлось то, что в регион прибывали миссионеры со стороны Османской империи и со стороны Кабарды и Дагестана. Они активно работали в этом направлении. Следующим фактором он выделяет частые торговые сношения с турками. Взаимодействия турки влияли на этих приморских адыгов. И в конечном счете старшины, в частности, они перенимали ислам. Для того, чтобы, может быть, легче было вести дело. Также важной причиной исламизации региона являлись родственные связи, в том числе и с высокопоставленными турецкими санурмами. И следующая причина являлась смешение ислама и политики. Об этом писали и другие историки, и авторы, в том числе и древолюционные, в частности, Федор Щербина, отмечал. В конце XVIII века черкесы считались уже мусульманами, но это были мусульмане не столько по религиозным, сколько по политическим побуждениям. Так как тут же мусульманскую веру исповедовали могущественные турки, ставшие на их сторону. То есть, если человек себя позиционировал мусульманином активно, это показывало его политическую позицию, позицию, как бы, оппозицию в отношении к России, скажем так. Ну, как вот византийское время считалось, что византийские князья были, ну, как черкесские князья, естественно, предков черкесских времен, которые принимали христианство, византийское и греческое толку, в таких же целях. И позже католики, когда генетские колонии были, были католики, но в основном все были верхушками. Да, то есть это была форма такого политического взаимодействия. Серебряков также отмечал, что не было в едином понимании религии одно, все было смешано. И он также писал, что от слияния религии и политики произошло то, что имя мусульманина стало уже решительным выражением политического образа мыслей и независимости горцев от русского правительства. И наивысшим проявлением политизации ислама на северо-западном Кавказе стал как раз-таки мюридизм. И адмирал Серебряков достаточно четко выразил политическую программу и в целом эту религиозно-политическую программу мюридизма. Первым пунктом являлось распространение исследования ислама. Вторым важным пунктом являлось введение священной войны газовато против всех народов и племен, не исповедующих ислам. То есть такая агрессивная идеология. И причем под неверными понимались не только русские, но и некоторые адыгские племена. Мы говорили о том, чтобы было смешение религий. И часто Магомед Амин воспринимал их как язычников. Переход власти к исламскому духовенству, сосредоточение власти в руках одного наиба, деление страны на округа, введение единой судебной системы и уничтожение светской наследственной власти. То есть это то, о чем мы говорили. Это третья точка объединения. Вводы гидой духовенства. Создание государства. Уничтожение вот этой феодальной наследственной власти. По сути то, что осуществили первый и второй имамы Газима Гамед, Гамзат Бек в Дагестане. Они уничтожили фамилию хунзарского Нуцала и активно боролись против вот этих старых феодальных фамилий. Введение шариата в судопроизводство, а также уничтожение старых обычаев и традиций, мешающих теократическому правлению мусульманского духовенства. Это также такой очень важный пункт, который встречал противодействие со стороны как феодалов, так и старшин. Никто не собирался делиться властью. Исходя из этого, можно сделать вывод, что мюридизм стал своеобразной идеологией для коренных преобразований в обществе горцев северо-западного Камкадзе. В 1850 году Магомед Амин совершил поход по Черноморскому побережью. Наиб уничтожил все кресты, повсюду распространяя ислам. Вскоре после того, как Магомед Амин удалился, во многих местах кресты были восстановлены, а недавно возведенные мечети были сожжены. И прибрежные адыги особенно торжественно отметили свой праздник в честь Мариам Тхапши. То есть по всей видимости такого образа Богоматери. Противодействие. Да, то есть они показывали, что мы будем верить так, как верили наши предки. Нужно уничтожать наши святыни. Однако Серебряков также подметил, что поход Магомеда Амина и его идей, они глубоко засели в определенных слоях адыгистского общества. Ну, по всей видимости, в среде Пшитли и Унаута. Им очень нравилась идея равенства, потому что она бы избавила их от зависимости своим этим светским чадам. С другой стороны, адыги были заинтересованы в торговле с Россией, вот в этих взаимоотношениях. И пропаганда Магомеда Амина, она была очень... имела не такие последствия разрушительные в тех районах, которые непосредственно прилегали к российской границе, где были взаимоотношения. В частности, у джедугов эта пропаганда не имела большого успеха. Значит, переход власти к мусульманскому духовенству не отвечал интересам старшин, и Серебряков писал по этому поводу. «Племена эти, раздробленные на фамилии, которые управляются сами собой, не привыкли ни к какой власти и, принимая религиозную сторону учения и мюридизма, отвергают политическую, опасаясь подпасть от иго мусульманского духовенства». То есть все все понимали прекрасно. И российские власти четко следили за ситуацией, и сами адыгские старшины и феодалы понимали, для чего идет вот это распространение. Отвечала интересам вот этой идеологии мюридизма только рабов и зависимого населения. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что идеология мюридизма встретила большие препятствия внутри адыгского общества из-за того, что с одной стороны она натолкнулась на сопротивление по религиозному принципу, не хотели адыги так быстро отказываться от своих обычаев и религиозных практик, а с другой стороны мюридизм как политическое учение встретила сопротивление со стороны власть имущих классов, со стороны шапсукских, натухайских, абадзехских старшин и феодальной знати равнинных адыгских племен. на этом фронтуре здесь все. И вот так же нужно было вернуть, Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...